здравствуйте друзья мы продолжаем исследовать священное писание и тема на сегодня совсем не радужная а может быть и все таки в ней есть хорошие ответы говорим так вторая смерть нам и первое это не очень приятно правда не хотелось бы умирать мы все страстно желаем жить но что ж поделать оказывается помимо обычной смерти есть еще вторая смерть давайте узнаем а что такое вторая смерть пророк малахия глава 4 говорит так и вот придет день пылающий как печь тогда все надменные поступающие нечестиво будут как солома и попалит их грядущий день говорит господь так что не оставит у них ни корня ни ветвей я думаю что пророк малахия человек достаточно адекватный если он написал что когда день придет господень и всех нечестивых он попалит то ничего не останется а чтобы было понятно нам как сгорят нечестивые мы читаем и видим такие слова очень бытовые простые солома корень ветви на грядке работали убирали вот деревья веточки деревьев там кустарники сжигали ну и все все понятно сгорает потом зала ну и удобрения вот как-то очень естественная картинка очень легко понимается на эту же тему говорит апостол иоанн в книге откровения 20 главе стих 14 15 говорится так что и смерть и ад повержены в озеро огненное это смерть 2 и кто не был записан в книге жизни тот был брошен в озеро огненное друзья слово смерть нам людям независимо от языка но понятно что такое смерть смерть это прекращение жизни то есть ты смерть испытал и все умер но как-то и все нельзя вот видя слово смерть неважно первая вторая нельзя к слову смерть добавить нет это не смерть это жизнь в муках смерть это смерть но смерть вторая обозначает что это такое наказание из которого уже никогда не выйти ну очевидно потому что здесь говорится о финале нету 23 главы книги откровения после книги откровения другой книги тоже нет малахи это тоже последняя книга до ветхого завета то есть день господень должен совершиться на этой земле для кого-то печально не всегда день господень это радость мы же прочитали что день господень это истребление нечестивых так вот истребление нечестивых или день господень будет не только при втором пришествии христа тот момент всего лишь будет первая смерть от стихийных бедствий катаклизмов так далее но день господень для нечестивых это смерть вторая это окончательный суд окончательный приговор и приведение приговора в исполнении в виде сожжения до болезненно но в принципе это будет очень соответствовать тому состоянию в котором человек и находится противление богу непринятие бога ожесточение против бога хула на святого духа и так далее все те грехи о которых мы читаем в писании поэтому вторая смерть это естественное завершение человеческой истории в которой не случилось покаяние господь не раз ведь говорил покайтесь да он говорит покайтесь отвратитесь от злых дел ваших творите доброе я вас создал на добрые дела я вас создал на счастье создал для любви для радости потому что бог такой светлый чистый истинный нет в нем тени перемены в нем нет тьмы никого он не искушает это все сейчас библейские описания нашего бога то как же этот господь может создать какое-то место в котором будет вечно пытать и мучить людей за то что они видите ли его не приняли такие вещи могут позволить себе люди с уязвленным самолюбием мы тщеславные человеки любим мстить господь не такой господь не хочет мстить господь накажет благоразумно выдержанно четко ясно с демонстрацией своего отношения или из демонстрации правоты и все с этим согласятся даже те кто будут наказаны даже они согласятся что да вы бога не любили мы его не любим ненавидим и мы получаем вот это возмездие туда справедливо но до свидания скорее прощай все смерть 2 никак не продолжение жизни не продолжение мучительного существования и так далее я думаю что мотив и логика динамика размышлений все у нас как-то выстраивается на протяжении вот этого большого марафона сейчас мы уже в тринадцатом уроке находимся впереди еще 14 про замечательный финал истории земли хочется чтобы все на позитиве заканчивалось а выбирать конечно же нам вот вторая смерть тоже окончание да но не для тех кто верит в бога и если вы верите в иисуса христа вы на суд не приходите кстати почему не приходите на суд вернемся чуть к прежней теме мы не идем на суд потому что пока мы здесь живем на земле мы не видим этого суда физически глазами своими мы только верою через слово божие понимаем что сейчас идет следственный суд над кем над праведниками умершими и над живыми праведниками и надо мной идет суд знаете что может произойти такое печальное для меня если я имея ходатая праведника за себя иисуса христа почему-то не прибегаю к нему за помощью в победе над грехом в работе над собой и над освещением своим как вы думаете сможет ли я иисус спасти если я не хочу освещаться преображаться изменять свой характер нет конечно я потеряю спасение то есть иисус мне его подарил даром умер за меня когда еще был грешник у меня еще в проекте не было но иисус за меня уже умер это великий дар я уже узнал этот дар я библию прочитал я крещение принял я обновил завет с богом ну а ты освещаешься ты в слове прибываешь ты бога любишь ты людей любишь спрашивает мне всевышний меня а я шатка-валка не знаю как номинально скорее все я потеряю спасение значит я не оценил смерть иисуса христа в эту логику если я верю в иисуса христа я на суд не прихожу потому что христос за меня ходатай там если я номинальный то попаду на суд потому что ходатайство иисуса не сработает ну я просто не неправильно к нему отнесся соответственно бог меня осудит ну и попаду на суд страшный неотвратимый с наказанием в виде второй смерти я сейчас вроде про себя говорил ну подумайте сами каждая себе немножко для так для того чтобы убояться для того чтобы но испытать реально страх за свою жизнь вы хотите ведь жить правда так избирайте жизнь с богом избирайте жизнь по его слову ну еще предлагаю завтра встретиться завтра пятница в преддверии суббота тоже пообщаемся как бы итог всех наших недельных размышлений ну а сегодня хорошо потрудиться начинайте уже сегодня к субботе готовиться берегите себя здоровье свое берегите молитесь господу он устроит вашу жизнь даже если будут испытания вы-то достойно их проживете и совсем справитесь бог на вашей стороне